Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Решила понемножку снимать, всё-таки не забрасывать канал. Хотя бы по 10 минуточек буду рассказывать о нашей новой жизни, то, что мы делаем, ну и, конечно, делиться кое-какими впечатлениями, может быть, советами, ну и продвижениями в нашем ремонте, в нашем огороде, в саду, в общем, в нашей жизни. Итак, вот черешенка, которая посажена на мой день рождения. Она уже принялась, где-то, видимо, стояла в темноте, видите, не хватало света, листики были жёлтые. Вот уже повылезали зелёные листики. Вот. Вчера я здесь, если вы помните, здесь была целина. Разбила я здесь грядочку, то есть выбрала траву, ну, как сказать, не окончательно. Марусечка, ну что ты плачешь? Ну, я же тебя кормила. Очень много ест кошка. Я здесь, короче, вермишель варю и немножко разбавляю с кормом. Она не приучена к сухому корму. Ну, всё равно ест, конечно же. Вот даже там остатки. Лапшу варю и мешаю с гурметом. Ест она с удовольствием. Она съела сегодня большую порцию, но вот всё равно просит. Ладно, отвлеклась я немножко от темы. Итак, вскопала вчера здесь целину, выбросила этот дёрн и выбрала камни. Очень много здесь камней. Видимо, когда строился здесь фундамент, всё здесь сыпалось и, конечно же, закапывалось. Не знаю, сколько ведер камней я вытаскала, но много. И ещё много в земле. Всё потихонечку буду выбирать. Не всё сразу. Сразу, конечно же, выбрать нереально. И засеяла вчера здесь лён. Лён, друзья, обогащает почву и борется с сорняками. Вот здесь вот тоже грядка засажена льном. Здесь тоже, конечно же, всё вычищалось, тоже была целина. Вот, посмотрите, как он уже зашёл. Очень хорошо. И несколько раз я буду, может быть, несколько сезонов буду сеять лён. Таким образом очищать землю от сорняков. Потому что так очень сложно. У нас льёт дождь и ветер, и просто холод сумасшедший. Я здесь, видите, из ванной уже идёт перелив. Вот вырыла, направила под жасмин. Друзья, это жасмин. Я этому очень рада. Вы мне там писали, что зря вы так это не сухие ветки были. Он бы отошёл. Да, он бы отошёл. Я это сейчас уже понимаю. Но всё равно обрезать его нужно было. Он сейчас пойдёт с... Ну, с большей силой, так скажем. А так уже был высокий, некрасивый куст. Вот клубничка уже зацветает. Да, кстати, вот посадила морковь я сюда. Я имею в виду, закопала морковь на семена. Вот вы видите там. И вот этой веточкой жасмина обозначила, что здесь у меня растёт вот морковь на семена. Вы посмотрите. Ткнула сухую палку в землю, и она дала росточки. Так что вот теперь прорастёт. Я этот кустик жасмина пересажу. Вот здесь нужно капусту мне проредить немножко. Где-то одна в луночке, а где-то очень много нужно, конечно, проредить. Сейчас вот немножко просохнет. Сейчас не влезть в огород. Но я посыпала песочком дорожки, и ходить стало намного приятнее. Не липнет брязь к галошам. Ну, надо будет ещё просыпать. Это мало, конечно. Вот здесь вот ещё досыпать. Нашла там в конце огорода песок и в палисаднике. И просыплю ещё разок. Что ещё я сделала, пока Лёшек там занимался крышей. Не даёт нам дождь заниматься крышей. Посмотрите, какая вода стоит. Просто уже стоит. Я здесь вырывала ещё по осени, поскольку отмостки нет. Вырыла такой небольшой ерочек, и она туда стекает, чтобы не под фундамент. Вот здесь тоже, где мы посадили абрикосы, если вы помните, здесь была целина. Всё очистила от пырия. Здесь очень много было, но не так, как там, где черешня. Здесь почище было. Прям повырывала, хорошо так это выбрала. И здесь тоже засею лён. Повторюсь, буду, может быть, несколько сезонов подряд сеять лён. Пусть обогащает и очищает землю, вытесняя эти сорняки. Вот видите, как принялась уже абрикоска. Ну, а сейчас покажу вам, как выглядит половина крыши, если смотреть с огорода. А вторую половину от улицы Лёшек уже очистил. И сегодня кое-где там про это, как сказать, прокрасил не всё преобразователем ржавчины, но дождь, наверное, всё смыл. Вот так вот сейчас выглядит крыша. Это, конечно, небо и земля. Но эту сторону ещё нужно, здесь нет краски, то есть преобразователь и грунтовка. Ещё резиновая краска сверху. Ну, что же, не будем отчаиваться. Как бы, мы же не можем изменить погоду, правильно? Поэтому, как будет, так и будет. Не успеет Лёшек сделать, пока он здесь, в отпуске. Ну, и ничего. Там в августе у него будет неделька ещё отпуска. Доделаем в августе. А может быть, хотя бы две стороны крыши доведём до ума. Вот. Очень холодная и дождливая весна. Май. Я смотрела в прошлом году. В этот день был 31 градус тепла. Сегодня 6-8. Ночью обещают 3. Вон яблонька зацветает. И, да, друзья, вы мне писали, что всё-таки это вишня. Да, я тоже там в кадре говорила, что это вишня. Сейчас я вам её покажу. Вон она. Хорошо, что я её не спилила. Видите, как запотели окна в этой теплице, где перчик. Сегодня буду ставить туда опять эти лампы керосиновые. Лёшек купил. Закончился. У меня уже всё пожгло. вот этот, как его назвать-то, розжиг парафиновый, на парафиновой основе я заправляю им лампы. В каком-то из роликов я вам говорила. Вот, зацвела вишенка и рада, что я её не спилила. Там вот сегодня я её немножко подлечила. Замотала изолентой. Пока что нет средства. Караед или муравьи начали её грызть. А вообще куплю краску. Надо их обработать. все деревья жалко. Ну, а там вот Танечкины войлочные вишни тоже растут. Вон они, целый рядочек. Все попринимались, Тань, все буквально. Здесь вот клубничка. Это здесь она была. Вот отсюда я тоже рассаживала. и вот зацветает уже яблонька. Видите, какие уже бутончики. Там вон веточка уже прям начала зацветать. Ой, моя-то красавица. Как она живёт, не знаю. Вот, видите, уже зацветает. Красота красивая. Вы мне там писали, Лена, нужно было до живого очистить, потом гипсом заливать. Друзья, здесь нет живого. Я вас умоляю. Вы посмотрите, там нет живого. И вот это тоже пустота. Так что, как залила, так и залила. Сколько проживёт, столько и проживёт. Засыпала там уже израсходованный туалет кошачий, древесный. Ну, с кошачьей мочой, говорят, муравьи боятся мочу. Ну, вот засыпала то, что нужно было выкинуть. Засыпала и они всё равно сволочи там живут. Вчера был то солнце, то дождик, то ветер. Я не успевала то открывать, то закрывать плёнку. Вы мне пишите, лучше не надо полиэтиленом. Вот этот укрывочный материал, я забыла спонбонд или как он там называется. Друзья, при таком холоде, какой спонбонд, всё продувается. Конечно же, я открою, когда будет уже тепло. Ну, а сейчас куда же открывать такой холод собачий. Сейчас пройдём в теплицу, покажу я вам, что я там понатворила. Вот видите, вот этот провод. Лёшек пока отдыхал, он так устал, у него так болит спина лазить по вот этой крыши. Вот, ну, а я проводила здесь 25 метров, Лёшек покупал удлинитель, и ещё даже мне не хватило, проводила сюда лэп в теплицу. Сейчас я вам покажу зачем. Ух, тут рай божий! Сейчас посмотрим на градусник, сколько здесь градусов. я вам покажу. Вот смотрите, 18 градусов, видите, 18, это при включённом обогревателе. Вот эта картина, друзья, это включен обогреватель, называется Доброе тепло, инфракрасное излучение здесь. Он очень хорошо греет, просто прелесть. И берёт всего 500 ватт в час, даже киловатта не берёт. То есть он очень экономичный по электроэнергии. И я включу, потому что растения не растут, друзья, помидорам нужно тепло и солнце. Но если нет солнца, хотя бы нужно тепло. Вот посмотрите, мои сладкие, как они подросли, как им тут хорошо в тепле. Вот оставлю на ночь этот обогреватель. Видите, я здесь сделала дополнительную крышу, чтобы, не дай бог, на него не полилась вода. Потому что я в крыше поделала дырки. Сейчас вам покажу. Здесь у меня даже лежит шило в сарае. Осталось от прежних хозяев. Оно мне пригодилось. Можно было билкой, но шилом удобнее. Попроделывала дырки вот здесь в крыше. И здесь ещё и самополив теперь. Вот видите, вот эти лужи. Это дождевая вода, которая скапливается на крыше, потому что крыша у нас, я вам говорила, что она прямая, неправильная. Но вот на самом деле оказалось, что очень даже правильная. Нужно просто было проколоть вот в этих вот ячейках, где скапливается вода, дырочки, и вода уходит. Естественно, полиэтилен таким образом не порвётся. И ещё самополив дождевой водой. Вот так вот я решила проблему вот этой прямой крыши. И ничего мы переделывать не будем. Очень-очень удобно. Да и скорее всего теплицу мы тоже не будем переделывать. Какое-то время я думаю, что на нашу небольшую семью нам вполне хватит этой технички. Посмотрим, какой будет урожай. И потом уже конечно по весне решим. Но я думаю, что урожай будет обязательно. Уже такие хорошие помидорчики здесь стоят. Вот видите ложится. Это с крыши накапало и полило в луночку прям вот этот помидорчик. Так что обогреватель вот этот доброе тепло я покупала на зоне. это не реклама за собственные денежки. Чуть больше тысячи. 1075 рублей. Но у меня там были баллы. В общем получилось 1000 рублей. Разные есть картинки. Там какие-то поинтереснее картинки. Те подороже будут стоить. Ну а я выбрала не ради картинки, а просто ради тепла для теплицы. И даже в доме мы уже отключили отопление. но иногда да даже не иногда вот в такую холодную весну хочется ну там вот допустим на часик перед сном разогреть комнату чтобы было приятно и не хочется уже гонять коптел во всех комнатах. Мы включали вот этот обогреватель висит как картина смотрится просто шикарно даже по цвету. Вообще я не люблю такие вот картины ну как бы город меня больше привлекает природа. Но он хорошо вписался даже в наш интерьер по цветовой гамме. Так что имейте ввиду что есть вот такие обогреватели инфракрасные. Вот так он выглядит с изнанки. Здесь вот такая деревянная плашечка с одной и с другой стороны и петелька. То есть он вешается как картина. А сюда я вот положила пластик нашла чтобы не капала вода на этот обогреватель. что конечно может получиться короткое замыкание и он сгорит. Вчера я высадила огурчики и тот кабачок который я вырастила в опилках в парничок который возле стены кирпичной. а это вот перец я вам уже его показывала он подрастает. Ой я прям стою сейчас возле этого прям не хочется выходить из этой теплицы. Так здесь тепло и уютно. Пригодился мне вот этот бак кстати наверное после моей рекламы расхватали эти баки у нас в светофоре. Оно почти по 900 рублей они были. Сейчас появились другие белые немножко дешевле но там и объем меньше. То ли 80 то ли 70 литров здесь 90 литров. Вчера мы были в светофоре этих баков нет. Сюда я этот бак внесла чтобы грелась водичка чтобы поливать помидорчики уже теплой водой она здесь нагревается а наливаю я сюда конечно же шлангом ничего не таскаю но полить здесь эту небольшую тепличку я думаю не составит труда из ведерка или из поливальника но теплой водичкой вот давайте еще раз посмотрим на обогреватель вот температура поднялась видимо потеплело на улице уже 19 градусов ну в общем я довольна я теперь могу регулировать не надо мне уже теперь бегать будет сюда зайду в терраску включу выключу электричество и так вот буду а может быть на всю ночь оставлю этот обогреватель и пусть помидорчиком будет хорошо так ну давайте выходим холодно и дождь противно и ветер а вот в этот парничок я поставлю лампы на ночь поставлю лампы обязательно может быть даже сейчас открою и поставлю перцу холодно в холоде друзья ничего не растет видите и вон какая опять туча идет и холод собачий колотун вот в этот парничок вчера я высадила огурчики хорошо они там себя чувствуют я уже не полезу в грязь здесь я не сделала эти дорожки песочком не просыпала ну поверьте я проверяла я переживаю за свои растюшки вот укрыла сразу еще и затеняющей сеткой если солнышко выглядит чтобы их не пожарил там эти огурчики они тоже солнце не любят они любят влагу как и перец вот там бочку уже бочка набралась видите немножко подладила я эту сточную канавку она была вывернута в общем там немножко подладила ну а теперь еще и там собирается бочка дождевой воды вот так что вот такие у нас новости вчера еще сделала одну поделку уже мы перешли поскольку дождь занимаемся дома чем-то а чем занимаемся это делаем нашу прихожую но в это видео я не буду вам это все показывать вчера я сделала очень красивый декоративный светильник можно сказать из ничего очень классная идея вы это увидите в следующем видео я думаю что вам понравится очень просто и легко и классно смотрится этот светильник будет у нас в прихожей так что следите за моими видео я надеюсь вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока